Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы, наверное, с многими из вас не в первый раз встретились. Наверняка про дело Мадумарова знаете и, возможно, знаете некоторые вещи лучше, чем мы. Мы знаем, что периодически проводились журналистские расследования, связанные с данным земельным участком. Но все-таки надеемся, что сегодня мы вам дадим еще и дополнительную новую информацию. Как вы, наверное, знаете, уголовное дело Мадумарова сейчас состоит из двух больших блоков. Один блок – это уголовное дело, возбужденное в 2019 году Генеральной прокуратурой Кыргызской республики и переданное в августе 2023 года в ГСУ МВД группе следователей. Это уголовное дело касается всем, абсолютно всем, наверное, на присутствующем зале известного протокола рабочей встречи за 3 марта 2009 года. Хотелось бы сразу сделать акцент на том, что мы адвокаты. Вот уже, наверное, полтора месяца в самом уголовном деле. И до этого общались с нашим подзащитным. И знаем прекрасно, что это за протокол. И у нас вызвало на самом деле громадное недоумение, почему по этому делу предъявили обвинение. Дело в том, что данный протокол рабочей встречи не был зарегистрирован в Министерстве юстиции, не был ратифицирован как международный документ и, соответственно, не является ни основанием для последующих документов, ни основанием для подписания каких-либо договоров аренды. Наверняка каждый из вас читал этот протокол, пытался понять, что в этом протоколе такого преступного. И, наверное, заметили, что там идет отсылка на соглашение между странами за 2008 год. Вот эта отсылка, она говорит о том, что имеется соглашение за 2008 год. И реализовывать это постановление начали не данным протоколом, подписанным Мадумаровым, а протоколом, который был подписан в городе Ож в декабре 2009 года от лица Кыргызской республики господином Сулаймановым. То есть протокол, который был подписан Мадумаровым, вообще никакого юридического значения не имел и последствий тоже не имел, потому что по нему, как я уже выше сказала, договоров аренды не заключалось. И для нас, для всех удивление, как вообще спустя столько лет следствие в ГСУ смогло усмотреть, что виновен в этом деле, да еще и по статье «Государственная измена» именно господин Мадумаров. Что касается второго уголовного дела, наверняка вы в прессе тоже освещали и обсуждали данные вопросы, мы узнали, что оказывается в мае месяце 2023 года в ГСУ МВД, это, наверное, самый легкий орган, куда можно прийти любому гражданину, обращается некий гражданин, который был в дальнейшем зарегистрирован в списке на выборы от партии «Бетон Кыргызстан» за 2015 год под номером 54. И этот господин пишет о том, что, оказывается, ему предложили в партии оплатить 50 тысяч долларов за то, чтобы гарантированно получить свои 5 тысяч голосов и получить мандат депутата Жигурку Кенеж. Хотелось бы отметить, что этот господин является юристом. Вот насколько он юридически грамотен, у нас очень большие сомнения, потому что в 2015 году голосование шло непоименно, голосование шло за партию. И господин, который находился в списке на 54-м месте, никаким образом не мог получить свое, даже при голосовании за него персонально 50 тысяч человек, не мог бы получить свое место в Жигурку Кенеже. Вот. Этот господин в доказательство своей правоты приложил к материалам уголовного дела ксерокопию квитанции от другого совершенного человека, то есть другой человек оказывает оплату партию «Бетон Кыргызстан» этой суммы 50 тысяч долларов в августе 2015 года. К господину под номером 54 эта квитанция не имела никакого юридического отношения. Тот господин, на чье имя выписана квитанция, к сожалению, ушел из жизни. И сведения о том, что и кто вносил, наверное, сейчас будет разбираться в суд, но в любом варианте на господина Мадумарова показаний не было. На него просто вот этот господин под номером 54 говорил о том, что «Вы знаете, я просто 8 лет ждал, когда у Мадумарова проснется совесть, и он все-таки, так как я не прошел в депутаты, вернет мне мои деньги». А господин Мадумаров знал о том, что вы дали такие деньги? Я не знаю, знал он или не знал, но, наверное, как лидер партии он должен был знать, и поэтому я все-таки считаю, что он должен был вернуть. И вот 30 июня 2023 года ГСУ МВД возбуждает уголовное дело, а в сентябре, 23 сентября устраивает точную ставку между данным гражданином и Мадумаровым, где выясняется, что все-таки Мадумаров ни при передаче денег, ни при разговоре, ни при обещании голосов не присутствовал и не участвовал. И через два дня после этого Мадумарова предъявляется обвинение. На тот момент уголовное дело не было засекречено, но следствие отказалось выдавать любые документы из этого дела. И после того, как Мадумарова ознакомились с постановлением о предъявлении обвинения, следователь сказал, что объединяет эти дела в одно производство, присваивает им гриф «секретный» обоим, поэтому никаких бумаг он по этому делу не даст. Наверное, дальше блок информации предоставит моя коллега Жукова и потом коллега Туманов. А дальше уже ответами на вопросы мы постараемся прояснить ситуацию. Вот сейчас Богданова как бы рассказала, описала всю ситуацию, которая происходит по отношению Мадумарова. Мне бы хотелось рассказать, какие допускаются не то чтобы нарушения, как нас вообще не допускают к этому делу. Так как следователь засекретил полностью все это дело, при вступлении в данное производство для защиты Мадумарова мы подали ходатайство о вступлении в это дело для защиты Мадумарова, чтобы нам выдали процессуальные документы, те, которые именно необходимы для работы адвоката. О том, чтобы говорить, чтобы нам выдали процессуальные документы, я даже не буду об этом говорить, нас даже не допустили к участию в этом деле. Просто следователь сослался на уведомления, вот у нас мы пишем, пишем ходатайство, пишем жалобы, и у нас одна единственная отписка вот такого вот примерно плана, вот такой вот текст, что во всех ходатайствах мы вам отказываем, потому что дело засекреченное, и более вы никакой информации не получите. Все, что мы от следователя могли узнать. Более того, почему он засекретил это дело, нам тоже неизвестно. Мы также подали ходатайство о снятии грифа секретности. 26 сентября, не получив ответа, мы обратились в Первомайский районный суд, вот сегодня мы как раз из суда приехали, где судья нам также отказал в удовлетворении нашей жалобы по действию следователя засекречивания, сославшись на то, что действительно следователь правильно все сделал и засекретил не только первый эпизод, который якобы думает, что там гости секреты какие-то находятся, но и тот эпизод, который касается мошенничества. Для нас вообще удивительно этот момент, почему следователь засекретил второй эпизод, и почему ГСУ, целого Министерства внутренних дел, занимается этим мошенничеством. Наверное, более нет таких дел, которыми могли бы заниматься наши госорганы. Также хотелось бы сказать, что очень печально, что в отношении лидерова парламентской фракции, Чугур-Кутиймеша, были допущены такие варварские, незаконные, практически можно даже сказать, зверские методы и задержания, и ведения следствия. И все, чтобы мы не обжаловали в суде все действия, бездействия, незаконность исследователя, следственные судьи, к сожалению, эти их действия поддерживают, и нам постоянно отказывают удовлетворение жалоб. Как мы можем тогда говорить, что у нас вообще Кыргызстан – это демократическое правовое государство? Кто тогда в этом государстве прав? Если в отношении таких политиков допускаются такие методы, что тогда говорить вообще о простом народе? Также мы хотели бы заметить то, что в Конституции в 24-й статье гласит, что государство обеспечивает всем лицам защиту прав и свобод. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку политических или иных убеждений. А что в данном случае мы видим? Оказывается, в нашем государстве вообще нельзя никакие свои убеждения высказывать, даже думать о них запрещено, иначе ты в конце концов попадешь в те места, где у нас большая часть политиков содержится. Мы считаем, что все следствие на протяжении всего следствия велось исключительно с обвинительной стороны. Незаконно, необоснованно, никакие доводы не обвиняемого ни нас, адвокатов, следствия не слышит и слышать не хочет, потому что у них есть задача это дело довести до суда. Более того, сегодня мы узнали, что дело поступило в Первомайский суд, его уже распределили, но дата еще не назначена, поэтому мы будем теперь все усилия свои прилагать для защиты господина Мадумарова в суде Первомайского района. Я, наверное, два слова еще добавлю. Вот это дело настолько секретное, что господин Мадумаров не имеет права знать, в чем его обвинили, потому что ему не вручили обвинительный акт. Следствие составило акт о том, что он якобы отказался от подписания расписки о получении госакта, и, соответственно, обвинительный акт ему не был вручен. То есть мы, защита, к сегодняшнему моменту не знаем, какие доказательства виновности следствия привело в этом обвинительном акте, и какие доказательства его невиновности также привело в этом акте. Они по закону обязаны были это сделать. Все вы, наверное, знаете, что при передаче дела в суд передача обвинительного акта происходит в обязательном порядке. В данном случае его просто устранили от получения данного документа. Да, и вот сюда я тоже добавлю, как раз к твоим словам, Юль, что устранили Мадумарова от получения обвинительного акта. Более того, следователь даже нас, адвокатов, не пригласил для того, чтобы вручить обвинительный акт. И теперь нам приходится только верить опять голословным заявлениям следствия, что якобы Мадумаров сам отказался от подписания. А вообще, была ли вообще эта ситуация, чтобы ему вообще хотели вручить обвинительный акт? Никаких свидетелей, нас, адвокатов, там не было. Сейчас следствие может вообще все, что угодно говорить. Но как результат, дело находится в суде. В ближайшее время мы подадим заявление на ознакомление с материалами уголовного дела. Надеюсь, суд больше пойдет нам навстречу и все-таки выдаст, или хотя бы составит нам досье, как того требует норму уголовно-процессуального кодекса, когда дело расследуется в засекреченном виде. Для адвокатов формируется отдельное досье, оно отдельно направляется в суд, и адвокаты спокойно, без ограничения времени, могут сидеть-сидеть и ознакомливаться с этими документами. Надеюсь, что суд у нас более соблюдает норму уголовного процессуального кодекса. Спасибо. Хотел тоже по поводу секретности сказать, что решением Конституционного суда Кыргызской республики от 8 июня 2022 года статья 167 уголовного процессуального кодекса части 1 и 2 были признаны несоответствующими Конституцией. То есть, сама секретность, то, на что сейчас опирался следователь и наложил гриф секретности, уже само по себе является незаконным. Помимо того, что мы адвокаты, написали расписки о неразглашении, а что мы можем разглашать, если следователь абсолютно ни с чем нас не ознакомливает? С самого начала следствия я подал ходатайство и сказал, что любые следственные действия, любые какие бы мероприятия ни проводились, проводились только лично с нашим участием адвокатов. Но за все время следствия лично я, мое ходатайство, оно было просто проигнорировано. Меня ни разу не пригласили. Не пригласили, как и на ознакомление с окончанием следствия. Это, ну, тоже коллеги сказали про обвинительный акт, это вообще здесь отдельная тема. Ну, в целом следствие не дает нам работать. Просто представляете картину, если вот люди, которые играют в шахматы, вот мы поставили доску, сторона расставила фигуры, а у вас нет фигур, вам нечем ходить. И просто та сторона взяла все фигуры, перебрала на ваше поле, поставила, все, выиграли. Как мы можем предоставлять квалифицированную юридическую помощь. По состоянию здоровья, за время посещения СИЗОГа КМБ и встречаясь с нашим подзащитным, мы заметили, что состояние здоровья Адахан Кимсанбайча желает лучшего, да, оставляет желать лучшего. И сам Адахан Кимсанбайч, он не жалуется никому абсолютно, не говорит, но это заметно по нему, по его внешнему виду. Значит, 6 сентября я запросил в спецполиклинике, это клиническая больница управ делами президента, спецполиклиника, информацию о состоянии здоровья. И вот, согласно имеющимся медицинским документам, он наблюдается в этой клинической больнице с 1995 года. Клинический диагноз там очень большой, и два из них, это сахарный диабет второго типа и гипертоническая болезнь третьей степени. Данные заболевания находятся в списке, в перечне списка заболеваний, тяжких заболеваний, при которых запрещается содержать человека под стражей. Но, несмотря на это, значит, я обратился к начальнику СИЗО о том, что вы вывезли на медицинское освидетельствование, чтобы узнать картину, чтобы нам была ясна картина здоровья самого Адахан Кимсанбайча. Но вывезен он мне был, пришел мне ответ, а, мне пришлось долго ждать. Я написал повторное заявление начальнику СИЗО, потом обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру, и только после реакции Генеральной прокуратуры, которая сказала, чтобы мы вам направляем эту жалобу, для того, чтобы вы дали полный и обширный ответ заявителю, то есть мне. И только тогда мне пришло, значит, письмо из ГТМБ о том, что был проведен медицинский осмотр врачом-терапевтом. Но у Адахан Кимсанбайча уже на протяжении двух лет в груди шит кардиостимулятор. Это для того, чтобы сердце, раз он гипертоническая болезнь, у него заболевание сердца имеется, чтобы сердце нормально работало, и поэтому был установлен этот кардиостимулятор. Значит, несмотря на это, кардиолог ему на то время не был предоставлен. И, значит, опять-таки мы заявляли ходатайство на значение субмедэкспертизы к следователю. Следователь, как всегда, абсолютно проигнорировал никакого ни ответа, ни привета. Просто он дал, как показали, коротко дает информацию, что в связи с Грисовым секретность, ну, несет то же самое, пишет то же самое. Значит, после нам стало известно, что проводилось, после медицинского освидетельствования у Мадумарова было назначено проведение суточного мониторирования ЭКГ по холтеру. Оно проводилось, это такой стенд, его вешают и наблюдают картину в течение суток, как работает сердце и состояние здоровья. С 25 по 26 сентября, это суточный мониторинг был, и по результатам мониторинга было выявлено, что в ночь с 25 на 26 число, примерно период времени с 4 до 6 часов, у него происходила неоднократная остановка сердца. То есть 4 раза сердце останавливалось. Вот, значит, это говорит о чем? Если бы у него не было кардиостимулятора, то, возможно, мы бы сейчас уже наблюдали печальную картину, и кто бы ответственность понес? В первую очередь, эта ответственность лежит на начальнике СИЗО, который в соответствии с правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов органов национальной безопасности обязан реагировать на такие заявления, тем более, когда врач-кардиолог осмотрела. Имеется письменное заключение, нам его не выдают, но нам из ее уст известно, что ему рекомендовали немедленную госпитализацию в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирахимова для проведения операции стентирования сосудов, то есть установка стенда, которая в СИЗО, естественно, таких условий нету, таких препаратов нету, и чтобы стенд эту операцию проводить, тоже в условиях изолятора у врачей такого нету, поэтому она может быть оказана только там. К сожалению, я обратно-таки обратился к начальнику СИЗО, чтобы ГКМБ, чтобы все-таки вывезли его немедленно на оперирование, раз уже имеются такие рекомендации врача-кардиолога, но до сих пор никакого ответа нету. У меня все. По этой части то, что абсолютно по состоянию здоровья никакой реакции тоже не происходит. Вы можете на русском языке озвучить? Каскачин. Да. Каскачин, на русском языке. Я не могу сожгать. Хорошо, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы у вас есть. Журналисты, уважаемые, вопросы. Можно, Паш Байкин, повторить, пожалуйста, в ночь с 20-го года 6-го года было адресировано 4 остановки сердца? Четыре раза в период времени с 4 по 6-ю. Да, врач-кардиолог сказал, что обязательно надо делать операцию. И она, нет, это врач-кардиолог из поликлиники ГКНБ, которая устанавливала этот суточный монитор. Она в истории болезни в СИЗО написала, что необходима немедленная операция по установке трех стендов в его сердце. Вот сюда бы я хотела бы добавить, что в ГКНБ, в СИЗО, нет вообще в медицинской части элементарной даже медсестры. Не говоря уже о врачах, о лекарствах, еще что-то. Элементарно нет медсестры, которая, например, не дай бог, в какой-то критический момент может оказать какую-то маломальскую медицинскую помощь. Есть какой-то фельдшер, ну кто такой фельдшер, и насколько у него это медицинское образование, насколько он вообще разбирается в лекарствах, в медикаментах, тоже неизвестно. И сколько бы мы не заявляли ходатайств именно о вывозе Мадумарова на лечение, о производстве субмедэкспертизы, чтобы дал консилиум именно заключение, что все его эти болезни препятствуют содержанию под стражей, ничего, одна тишина. Мы вообще, как адвокаты, расцениваем это как моральное давление. Это моральное давление, чтобы сломить человека, чтобы в дальнейшем такие поставленные перед кем-то цели были достигнуты. Мы только так это расцениваем. Какое у него самочувствие на сегодняшний день? И диагноз можете озвучить, наверное? Наверное, вот, Губанович. Как мы уже сказали, раз у него неоднократно происходила остановка сердца при стентировании, то стоит полагать. Но еще раз я отмечу, что сам Атахар Гимсанбайович не жалуется. И ни у кого не просит ни милости, ни пощады, либо кланяться перед кем-то он не собирается, жаловаться тоже не собирается никому. Это мы замечаем, адвокаты, это мы замечаем это все. Когда во время беседы, сейчас, подождите, во время беседы с ним я узнал, что это стентирование, еще три года назад ему рекомендовали, но тогда состояние здоровья было 50 на 50, и после установки кардиостимулятора он решил, что стенд устанавливать не будет. Но, как вы понимаете, нахождение в следственном изоляторе это не одно из самых лучших мест. Тем более, врачами рекомендованы постоянные прогулки на свежем воздухе, диета, применение медицинских препаратов, которые, к сожалению, в условиях изоляции и нахождения в СИЗО своевременно принимать те же медикаменты, допустим, не получается. И, соответственно, состояние здоровья тоже здесь уже стоит полагать, что ухудшается. Мы это замечаем. Ранее мы обращались по полученным, значит, из спецполиклиники медицинским документам, ранее мы обращались о том, чтобы произвели вывоз на медицинское следствование. Но, когда стало известно, что после суточного мониторинга и установки вот этого ЭПГ аппарата, что останавливалось четыре раза сердце, то я обратился с заявлением к начальнику СИЗО ГКМБ, для того, чтобы одни его вывезли на операцию. Но, к сожалению, я повторюсь, до сих пор никакой реакции. Так и раньше. Раньше, если не только после реакции Генеральной прокуратуры, мне пришел ответ, что он был просто осмотрен врачами там же в СИЗО. А сейчас, ну, опять-таки, наверное, надо сначала Генпрокуратуру пожаловаться, чтобы начальник СИЗО каким-то образом ответил на мое заявление. Но на такие заявления, согласно правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов и органов национальной безопасности, они должны отвечать немедленно. У меня вопрос. Сколько раз вы виделись с господином Мадумаровым и, как бы, такое внешнепридическое состояние? В последний раз? В пятницу, да? В последний раз, да, в пятницу не заходили. А есть ли доступ в это, ну, как бы, контакты с родственниками, близкими? Ну, с родственниками мы общаемся, да. Нет, с последним у вас, а у господина Мадумаровым. Ну, следователь, да, периодически разрешает, дает разрешение сыну, чтобы он мог зайти на свидание с отцом. Давайте здесь подчеркнем, у Мадумарова, ввиду его заболевания, они у него многолетние, у него особая диета. То есть он питается исключительно по режиму и по этой особой диете. Так, обычно передачи в СИЗО делаются один раз в неделю в субботу. Но так как у него диета, его родственникам разрешили делать передачи каждый день. К сожалению, передачи передаются не своевременно. То есть утром приносят горячее, свежеготовое, к вечеру передают. А Мадумаров еще такой человек, он не в состоянии кушать все один, он делится. Вот сейчас по соседству от него сидит та судья, которая в горсуде подтвердила ему меру пресечения, он с ней, допустим, постоянно делится едой. Потому что у нее посещение раз в неделю. Вот, и за счет именно его вот этих особенностей в питании и заболеваний, его сыну разрешили два или три раза за это время навестить отца. Ада, ахан Мадумаров еще такой человек. Акши доллары. Был, алдамичолк фактусы бойынша. А партияны лидерикатары партияны отына жоперешили? В этом году я получил коллеги. Например, я не получил. В втором году я получил 20 000 долларов. Я получил коллеги. 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 В этом году я получил коллеги чемпионаж. Продолжение следует А вот, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Я думаю, что вы думаете, что вы думаете? Ну что, ну что, вопрос сегодня, наверное, можно... Если за твакат Катары ушел, протокол какой-то часть, а как вы думаете? Протокол был, начать комментарии был нет. Он не прочитал, что вы думаете. В этом году я говорю, а я не говорил, что на самом деле это верно. Дело в том, что депутаты, когда проводят... То есть вы же, наверное, все в курсе, что генеральная прокуратура дважды обращалась с Жигурку Кинеш с просьбой о привлечении Мадумарова к уголовной ответственности. В первый раз они обратились в 2022 году именно по статье «Государственная измена». На тот момент депутатская комиссия провела расследование свое и отказала в возможности привлечения по данной статье. Они тогда делали запрос в Министерство юстиции относительно того, зарегистрирован ли данный протокол как нормативно-правовой акт. И получили официальный письменный ответ, из которого усматривается, что данный протокол в Министерстве юстиции не зарегистрирован. То есть этот документ никакой юридической силы не имел в принципе. И в дальнейшем, когда в 2011 году, наверное, вы слышали, начали отменять все договора с Таджикистаном, потому что пошли определенные трения, вот этот протокол не был упомянут в числе документов, которые подлежат отмене, потому что его дейюры не существуют. Ваши дальнейшие действия, как адвокатов к Мадумарам, вы говорите, что следствие не допускает вас к материалам дела, самому Мадумару не вручено вот этот обвинительный акт, да? И вы говорите, что моральное какое-то давление на Мадумарова идет. Ваши дальнейшие действия? Сейчас дело будет в суде, как мы вот коллеги сказали. В суде больше соблюдают законность, чем на следствии. Следствие изначально было беззаконным, потому что ГСУ МВД не вправе был расследовать уголовное дело по государственной измене. Это не их подведомственность и подсудность. Они взяли это дело. Следователь у нас самовольно вышел за пределы разрешения депутатской комиссии и самовольно предъявил Мадумарова обвинение по статье «Государственная измена». Как только он это сделал, он должен был передать это дело в прокуратуру для передачи в ГКНБ. Но он, как вы знаете, продолжил. То есть и массовые системные нарушения в ходе следствия нами зафиксированы. Мы не хотели бы сейчас все эти нарушения озвучивать, потому что у нас, адвокатов, возникает наша работа. Мы не можем открывать полностью всю нашу стратегию. Но мы планируем теперь, когда дело поступило в суд, начать уже более жесткую защиту. Сейчас мы обсуждали вопрос подачи ходатайства о проведении предварительного слушания для изменения меры пресечения. Дело подается в течение трех дней после поступления дела в суд. Да, дело поступило вчера. То есть нам надо сегодня, завтра сдать это ходатайство составить. И дальше уже будем изучать и работать. Вы вначале говорили, что в СССР не имело права, никакого права следствия... Возбуждать уголовное дело по государственному... Скажи, что второе разрешение дали. Смотрите, в 22-м году генеральная прокуратура, которая возбудила это дело в 19-м году... Вот в 22-м году они ходатайствовали перед Жигурку Кенешем о даче разрешения о привлечении Мадумарова к уголовной ответственности по статье «Государственная измена». И в 22-м году, в июне месяце, если память не изменяет, Жигурку Кенеш отказал, потому что не осмотрел состава преступления. Поэтому в июле 23-го года генпрокуратура ходатайствовала Жигурку Кенеш с просьбой о привлечении Мадумарова к уголовной ответственности за злоупотребление служебным положением. И в июле 23-го года депутатская комиссия дала такое разрешение, но при этом сами депутаты, когда давали интервью по ходу расследования, сказали, что по этой статье сроки давности. То есть срок давности для привлечения лица к уголовной ответственности по данной статье составляет 7 лет с момента события. В данной ситуации прошло более 14 лет. То есть уголовное дело не подлежит возбуждению, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по сроку давности. Несмотря на это, в конце августа 23-го года генпрокуратура передает дело по злоупотреблению в ГСУ МВД, а ГСУ МВД самовольно предъявляет Мадумарову обвинение по государственной измене, по которой было отказано в привлечении его к уголовной ответственности. Большое спасибо представителям завершено. По времени, если у кого-то какие-то уточнения, пожалуйста, подкажите. Спасибо. 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 Спасибо.